МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. В студии Татьяна Фомина. И вот главная тема выпуска. Публичные слушания состоялись. Большинство присутствовавших поддержали изменения в порядке избрания на пост главы города Ахтубинска. Праздник единства и дружбы народов. В Ахтубинске прошел фестиваль национальных культур «Славянский базар». Самые обаятельные и неимоверно спортивные приверженцы фитнес-тренировок показали, что готовы к труду и обороне, выполняя нормативы комплекса ГТО. Хорошая подготовка – залог спортивных побед. Юные футболисты и школа номер 6 вышли в финал регионального фестиваля «Футбол в школу». На прошлой неделе прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав города Ахтубинска. Они касаются порядка избрания на пост главы муниципального образования. В частности, предлагается избрание представительным органам главы из числа кандидатов, представивших конкурсную комиссию, документы, соответствующие законодательству. Развитие темы у Елены Печенко. В публичных слушаниях участие приняли порядка 200 ахтубинцев. В их числе депутаты городского и районного советов, представители общественности и все неравнодушные горожане. В начале встречи юрист городской администрации ознакомил присутствующих с нормативной базой для внесения изменений в устав муниципального образования, а затем слово предоставили Сергею Заблодскому, который, будучи еще градоначальником, и вышел с предложением, чтобы главу города избирали депутаты. Свою позицию он аргументировал тем, что такой расклад будет в дальнейшем способствовать объединению города и района. Процесс объединения, поверьте, это очень сложный, скрупулезный со стороны экономического обоснования, со стороны организационных вопросов и многих других. И, конечно, те лица, которые должны быть избранными на должность главы города, должны четко, ясно понимать и иметь опыт. Это не просто так. Это то мероприятие, когда два главы должны идти навстречу друг другу. По регламенту предполагалось, что выступать будут только заранее записавшиеся граждане. Но слово предоставили и тем, кто по какой-то причине не записался, но очень желал высказать свое мнение. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа является референов и свободный выбор, и подменять их назначением нельзя. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые он выбрал. Выбранная власть должна решать задачи. Я считаю, что 131 закон противоречит Конституции. Это мое мнение. Если одни ораторы, не вникая в суть вопроса, были недовольны законами, то другие не брезговали откровенными оскорблениями. Администрация предлагает нам схему, где главу муниципального образования будет выбирать комиссионно на паритетных основах 50% сотрудники администрации и 50% состава депутатского корпуса. Мы сейчас прекрасно понимаем, что есть откровенные мерзации, и в нашем городе такие существуют. Нашлись сторонники и у другого варианта выбора града начальника. Председатель районного совета Вячеслав Архипов вспомнил опыт Советского Союза, когда люди выбирали депутатов, которые затем определяли руководителей гор-исполкомов и рай-исполкомов. И практика показала, что схема работала. «Процентов 90 сейчас граждан наших считают, что надо оставить прямые выборы. Но им, этим гражданам, никто не объяснил, что это такое. Им говорят или выборы, или назначения. Да я первый против этого буду. Какое назначение? Я хочу, чтобы человека выбирали. А если человек пообъяснить, что идут выборы, или прямые выборы, или выборы через народных избранников, тех, кому мы доверяем принимать законы, как правильник ее сказал, но не доверяем почему-то принимать решения от избранной главы. Говорим, что это назначение. Нет, это не назначение, это избрание». «Тема такая, что она привлекает всех, кто понимает в этом, кто не понимает, как-то по инстинкту что-то надо где-то сказать». Депутат Думы Астраханской области Алексей Фурик 13 лет стоял у руля власти. Был главой города и района. Затем, когда полномочия разделили, руководил только районом. А потому уверен, что для населения лучше, когда все полномочия в одних руках. «Во-первых, никто не гарантирован от того, что глава города и глава района сойдутся характерами. Это есть. И мы уже на практике проходили. Где гарантия, что не будут вот эти всякие управленческие, вот эти неспекалки. Я как депутат Думы сейчас, ко мне много людей обращаются. Я же устал. До того колодца моё, после того колодца не моё. Вот эта схема, которая сейчас существует, вот эта двуевласть, она медиеспособна. Она не даёт пользы в целом для жителей города и в целом для жителей района». О том, что с каждыми выборами людей, приходящих на избирательные участки, становится всё меньше, Ахтубинцам напомнил председатель Совета ветеранов Ахтубинского гарнизона Леонид Евсюк. Выступая, он выразил не только своё мнение, а говорил от имени своих товарищей. «Проверимые слушания на совете ветеранов гарнизона. У нас ветеранов порядка около трёх тысяч. И я вам скажу, что мы в течение полутора часов обсуждали этот вопрос и пришли к единому, что в настоящее время выборы через депутатов – это единственный путь для того, чтобы мы подняли город и объединились районом, чтобы была одна власть». Большинство выступающих поддержали изменения в устав муниципального образования города Ахтубинск и рекомендовали Совету депутатов их принять. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Сергей Вакула, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Фестиваль «Славянский базар» приурочен к одню славянской письменности и культуры. Для жителей Ахтубинского района это один из самых любимых, веселых, ярких праздников. Казачий курень, украинская хата, казахская юрта и азербайджанское подворье встречали гостей национальными угощениями и развлечениями. Подробности в сюжете. Вся площадь Ленина в этот день превратилась в большую театрализованную площадку. На сцене выступали творческие коллективы, приехавшие на праздник со всего района. Своими масштабами поражало число сувенирных лавок, выставок, декоративно-прикладного искусства, творческих площадок и ремесленных рядов. Местные мастера учили всех желающих основам гончарного дела, а умельцы из Астраханского дома ремесел и города мастеров из Волжского представили эксклюзивные работы, поражающие воображение и радующие глаз. Мастерица из Волжского Надежда Жданкина шьет фольклорные костюмы необыкновенной красоты. Я отталкиваюсь от материала. Когда материал в руках, то уже и приходит в голову модель какая-то. Ну, где-то от трех недель до месяца. На такой костюм, чтобы его сконструировать, сделать выкройку, пошить этот костюм. Наверное, любая женщина в таком костюме почувствовала бы себя боярыней. А может, купчихой тоже хорошо. Расскажите, пожалуйста, что это за инструмент? Ну, я еще сам не знаю, как его назвать. Я его называю музыкальный кувшинчик просто. Видите, там вода переливается, как сообщающие сосуды. Здесь вода залита. И она сама пает. Любую жидкость можно заливать. Праздничная программа была яркой и разнообразной. Зрители могли оценить не только творческий потенциал ахтубинских артистов, но и с удовольствием зайти на ставшие уже традиционными для этого праздника подворья национальных культур. Казахская юрта, русское подворье и азербайджанский двор ждали гостей и демонстрировали национальные блюда. Это национальные, азербайджанские блюда, сладости. Вот, значит, это у нас пахлава, шакярбура. Это плов азербайджанский. Это к нему идет ашкара по-азербайджански. Это долма из виноградных листьев, свежие виноградные листья и говядина. К нему идет чесночный соус. Это кята называется. Это лаваш с зеленью. К нему также идет соус. Музыка звучала со всех сторон и каждый мог выбрать сценическую площадку по душе. Организаторы праздника подготовили для Ахтубинцев фотозоны и выставку ростовых кукол. Дети с удовольствием шли на аквагрим и участвовали в интеллектуальных конкурсах. Еще больше красок и праздничного настроения добавили парад, который в этом году делился на разнообразные шествия, такие как духовное наследие России, просвещение и парад национальных культур. Навсегда мы с тобой, наша Родина, наша надежда. Каждая колонна была интересной и запоминающейся. Я за тебя, Россия. Славянский базар имеет многолетнюю историю и уже сложившиеся традиции. Это праздник просвещения и образования. Когда-то все начиналось с простой азбуки и с годами достигло таких масштабов развития науки и различных направлений культуры. Пусть и дальше развивается славянская просвещенность. Пусть наша многонациональная астраханская земля не знает войн и бед. Пусть все наши народы будут жить в мире и любви. Более подробно о ходе праздника смотрите в спецвыпуске Славянский базар. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Далее обзор спортивных новостей. Готов к труду и обороне в Ахтубинске продолжаются соревнования по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. В минувшую субботу на стадионе Волга в фестивале ГТО участвовали самые обаятельные и привлекательные. Подробности далее. Немоверно спортивные и такие же красивые. Представительницы прекрасного пола города Ахтубинска с субботним утром спешили на стадион Волга. Здесь они выполняли нормативы ГТО быстро, легко и красиво, как и подобает спортивным леди. При этом было и качество, и количество. Одних только отжиманий девушки выполняли по полсотни. Я спортсменка, поэтому мне стыдно меньше сделать. Я выступаю в категории бодифитнес, бодибилдинг за город Ахтубинск. Вхожу в состав спортсменов Астраханской Федерации по бодибилдингу. 52. Подъем пресс. В золото вошла. Даже прям слегкой. Очень много влияет эта техника уметь это правильно делать, чтобы не делать лишних движений, не тратить свои драгоценные силы. А так тренировка, тренировка, упорство, моральный настрой на победу, и все. И все будет готово. У нас сегодня фестиваль ГТО среди фитнес-коллективов нашего города. Присутствуют девчонки, которые занимаются фитнесом в различных тренажерных залах. Они собрали свои команды, и сейчас между командами друг с другом и сами с собой соревнуются. Сдавая нормы ГТО. Сильнее, дальше, быстрее. Около 50 участниц не просто выполняли нормативы ГТО, они еще и соревновались в прыжках, в длину, в упражнении, на гибкость, а также в беговых дисциплинах, преодолевая дистанции в 2 километра 60 метров, самая короткая 30-метровочка. Внимание! Марш! Практически самые быстрые. 6-69, бег на 30 метров. Старались, соревновались, готовились. Девочка, девушка, женщина. О гармоничном развитии души и тела задумываться необходимо с детства. И тут с кем поведешься, от того и наберешься. Народная мудрость по сердцу ахтубинским девчонкам, которые не отстают от своих мам и старших подруг, участвуют в фестивале ГТО. Меня зовут Настя, мне 9 лет. Сегодня, сейчас ведь мама и я, и брат. Ты успешно выступаешь? Да. А кто лучше всех? Мама, брат или ты? Одинаково. Сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» уже давно стала настоящим праздником физической культуры и спорта. Он продолжает шествовать по ахтубинским просторам. Школьники, трудящиеся, пенсионеры. ГТО все в возрасты покорны. Фестиваль набирает мощь, интерес, притягивает все больше участников. В ахтубинском районе в этом году запланирована серия ярких мероприятий со сдачей ГТО. Их приурочат к Дню физкультурника, началу нового учебного года и другим значимым датам и событиям. Татьяна Фомина, Сергей Вакула, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ. Для юных футболистов стадион «Волга» также является центром притяжения. Здесь они проводят и тренировки, и соревнования. В выходные на стадионе прошел межрайонный этап спортивного фестиваля «Футбол в школу». Состязались юниоры Ахтубинского и Харабалинского районов. В рамках межрегионального этапа футбольного фестиваля сразились ахтубинские команды, представители школы номер 6, а также их ровесники из Харабалинского района. Первыми на поле вышли ребята постарше в возрасте 12 и 13 лет. Держались они уверенно, показали хорошую игру, порадовали болельщиков и наставников. Сейчас выиграли, вышли в финал, так что, я думаю, есть какой-то небольшой прогресс. Финал состоится с 28 по 30 мая в городе Астрахани. Все победители муниципальных образований будут участвовать. Футбол – это коллективная игра, поэтому команда есть, все друг за другом. Сами видите, погодные условия, тоже как бы жарковато. Но ничего, терпят, молодцы. Так что всем большое спасибо. Вытерпели, выиграли, это самое главное. Команды играют хорошо, дисциплинированно, фолов практически нет, играют аккуратно обе команды, показывают хорошую игру, хоть и на свой юный возраст, играют хорошо. Команда Ахтуринска победила тамбовку со счетом 1-0. На последних минутах им удалось забить свой мяч и пройти дальше. Пацаны всегда играют, и девчонки играют. С начальной школы так идет. Поле построили, прям пацаны с удовольствием. Раньше было на соревнованиях, не затянешь, пыль гонять. А сейчас прям с удовольствием идут. Мы приехали с Харбалинского района, привезли деток сюда, чтобы поиграли, чтобы увидели своих соперников. Ну, поиграли хорошо. Они, конечно, выложились на полную. С поражением, конечно, 1-0. Но ничего, надежда у нас есть вперед, стремление. Мы будем стараться, и над этим мы работаем. Порция наставлений от тренеров и судей. И вот в игру вступили футболисты чуть младше, 10-11 лет. Им также не терпелось продемонстрировать свои футбольные навыки и доказать, что они на сегодняшний день лучшие. Команда всегда готова, хорошо. Надеемся, отсюда уедем с победой. Поедем дальше, представлять Харбалинский район на областных соревнованиях. Но игра все покажет. Эти соревнования проходят в рамках регионального проекта футбол в школы. У них тренировки проводят учителя физической культуры во время уроков, в неурочное время. Ну, а всплеск пошел после чемпионата мира 18-го года, который прошел в России. После этого наблюдается бум и у нас в районе, и, я думаю, везде в стране. Поэтому ждем хороших результатов в будущем от наших игроков. Что у них лучше сегодня получается? Нападение, защита? Надеемся, что сегодня получится. Нападение, забьем много и не пропустим ни одного. Победу в этом поединке праздновали гости. Они действительно были сильнее. В Ахтубинскую команду вошли игроки разного уровня подготовки. Немало было новичков, что и сказалось на качестве игры. Унывать некогда, впереди большая спортивная жизнь и успехи еще обязательно будут. Татьяна Фомина, Сергей Вакула, Сергей Николаев, Ахтубинск ТВ. И еще о футболе. Стартовал ежегодно открытый чемпионат по футболу Лига Ахтуба среди любительских команд. В этом году он расширил границы участников. Помимо сборных города Ахтубинска и района на турнир приехали спортсмены из Сосыколей, крупнейшего села Харабалинского района. Они вышли на поле в первый день соревнований. Сразу за командами Дюйша, Интер и Скорость. В этом поединке футболисты из Знаменска в составе команды Скорость оказались сильнее. Сказался спортивный опыт. Они трижды завершили свои атаки голом. В защите хорошо сыграли от обороны. Поэтому не забили. А в нападение голые в моменты забивали. Вот и все. Вот вся игра вышла. Стоит отдать должное Ахтубинской команде в ее составе много молодых игроков, делающих первые шаги в большом спорте и понимающих, что без поражений побед не бывает. Это дает очень большой опыт и стремление к победе. В Знаменске был хороший вратарь. Все мячи, правда, летели в ворота, но он их хорошо отбивал. Наши успехи впереди. Наши успехи, да, впереди еще. Успеем выиграть. Нет побед без проигрышей. Вторая игра свела в поединке команды «Ротор» по Волжье из Ахтубинска и «Кантри» из Сосыколей. Последние беспрерывно штурмовали ворота соперника, с самого начала придерживаясь только победного настроя. Я считаю, что соскучились по футболу, по игре в связи с этой пандемией. Никаких особых больших турниров не было, поэтому я считаю, что сегодня будет настрой боевой. Побед за нами. Настроение боевое мы сегодня выиграем. 10 лет участвовали в первой всей области по первой лиге. Результаты всегда были такие уроковарительные. Последний сезон до пандемии у нас была самая высшая позиция, четвертое место. Как и обещали, гости турнира проявили всю свою спортивную мощь. В качестве дебютантов высоко подняли соревновательную планку. Команду из Ахтубинска буквально разгромили. Победили со счетом 9-0. В воскресенье принесло любителям футбола еще больше спортивных переживаний. Команды, демонстрируя характер, нередко срывались на грубость, заставляя судей применять наказание, доставать то желтые, то красные карточки. Забитых мячей было немало. Турнир продолжается. Судя по всему, накал страстей дальше будет только расти. Ахтубинский телеканал об этом обязательно расскажет. Но мы продолжаем выпуск. Было время. В окрестности горы Багдо наведывались неорганизованные группы диких туристов из разных городов. Так студенты из Волгограда, Астрахани даже новогодние праздники отмечали в пещерах. В этом году к существующим двум маршрутам добавили еще один в пещерной балке. Право открытия его получили астраханские туристы, которые также смогли сфотографироваться на горе Багдо у Красного Знамени Победы, рассказывает Владислав Лихварь. Есть такая порода людей, которых дома удержать сложно. Они постоянно куда-то едут, отправляются в различные путешествия, ищут в общем приключения. Туристами их называют. Прослышали они про наш баскунчак, его уникальность, про реликтовые растения, которые тут растут, птиц, зверей краснокнижных, к примеру, антилоп, сайгаков, которые жили еще когда в наших краях мамонты водились. И пошло-поехало. С начала сезона на Багдо машина за машиной едут. Это туристы из разных городов страны и зарубежья. Сотрудники Багинско-баскунчакского заповедника сначала для них один маршрут открыли, потом другой, а теперь и третий появился. Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин принял решение о развитии экологического туризма в Астраханской области. Один из таких объектов экологического туризма это является как раз то место, где мы сейчас находимся. Это пещерная балка природного парка Баскунчак. Следующие объекты, которые будут развиваться в данной местности, это родниковая балка, также кордонная балка. Все это идет в одной программе по развитию экотуризма Астраханской области, в том числе в окрестностях озера Баскунчак. Эта туристическая группа, более ста человек, накануне майских праздников приехала в пещерную балку в северной части за озером Баскунчак находится. Вечером палатки установили и сразу спать. Более 400 километров в пути от Астрахани проехали. Устали дети. А проснулись утром и не позавтракав, разбежались окрестности обозревать. А тут из Ахтубинска руководители МЧС приехали инструктаж по технике безопасности проводить. Все обошлось. За час никто не потерялся. Сфотографировались МЧСники с юными туристами, пожелали отдыха, безопасных приключений. К нам поступил запрос на проведение мероприятия со стороны Центра эстетического воспитания молодежи города Астрахани с целью провести такую экологическую акцию в виде похода. И сейчас, в данный момент, на территории туристического маршрута, который называется Пещерная балка, проводится экскурсия детей при соблюдении техники безопасности и инструктажа. Мы приехали сюда с нашими воспитанниками, с родителями, которые нам успешно помогают в устройстве лагеря. Мы приехали сюда в поход детки у нас от 6 до 18 лет. Довольно-таки разновозрастной состав группы нашей. Провели уже первую ночь. Довольно-таки очень все хорошо. Лагерь обустроен. Дети довольны. Под впечатлением. Гуляем сейчас в окрестностях заповедника. Настроение отличное. Денек пасмурный выдался. Дождь накрапывать стал. Преподаватель истории из Астрахани Наталья Нестеренко показала юным туристам, как можно быстро, без костра согреться. Этот поход мы посвящаем очень памятному для всех россиян дню 9 мая. Это праздник, который не только со слезами на глазах, праздник памяти, праздник большой благодарности всем тем ветеранам, которые подарили нам этот мир и эту жизнь. Пока группа Германа Громова в поход собиралась, он объяснил, зачем они приехали. Я привел сюда людей, чтобы они увидели, посмотрели, поняли, что такое поход настоящий, и посмотрели нашу родину. Не по книгам, а ощутили ее на вкус, на обоняние и на слух, чтобы они это чувствовали, как прекрасна наша область, что в ней много разного интересного, исторического, культурного и природного. А эти ребята из Камызяка уже успели все бежать округ, до озера Соленого ходили, в пещеры заглядывали. Девчонки сказали, очень там страшно, без инструктора нельзя спускаться. Вы спросите, а как туристом стать? И я отвечу правдой не скрывая, природу надо, братцы, обожать, а не квартиру, моком взрастая, а также быть ребенком и артистом, большим специалистом-мокалистом, любителем-солистом-гитаристом, веселым человеком-оптимистом. Любви друзей, солнце в небе чисто, и настоящим станешь ты туристом. Никита Марков, астраханец, семиклассник, как турист уже опытный, сказал, что такой красивой степи еще не видел. В городе такого нету, ведь только на природе ты можешь утром послушать щебетания птиц, почищать даже этот запах просто свободы. 9 мая астраханские туристы встретили на вершине горы Багдо у Красного знамени Победы. Так было ими запланировано в начале похода. Этот поход у нас не случайно происходит в майские праздники. У нас здесь два больших праздника, трудящихся, и, конечно, святой для всех российских граждан, бывших советских граждан, это День Победы. Конечно, этот поход посвящается людям. Здесь недалеко шли бои. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. А на сегодня это все новости. Хорошей рабочей недели. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова